Зиль-зёль Зиль-зёль – инструмент особый, не похожий по строению и звучанию на другие ударные инструменты. Само его название – зиль-зёль. Это звукоподражательное слово, не имеющее перевода. Оно одновременно означает звон ручья, весенний ветер и перелив самого музыкального инструмента. Можно сказать, наш ансамбль первые использовали в нашем округе, даже в крае, вот эти инструменты, включая вот этот зиль-зёль, и звук кукушки поляном, и еще другие инструменты, шум леса, шум природы. То есть у нас до начала песни мы сначала выходили и изображали этот звук леса. Звук зиль-зёля, конечно, зависит от материала, из которого он изготовлен. Инструмент делают из разных пород дерева. Он представляет собой рукоятку, зачастую украшенную деревянной резьбой и фигурами зверей или птиц. На ней с помощью нити закрепляются палочки разной длины. Существует несколько версий происхождения и бытования этого инструмента. По одной из них зиль-зёль появился в руках мастериц, которые вязали и пряли пряжу, а чтобы их веретена и крючки не терялись, специально подвешивали их на дощечку. С течением времени заметили, что в приспособлении на ветру издает очень интересный звук, похожий на журчание ручейка. Универсальный инструмент зиль-зёль использовали женщины еще и для игры младенцев. То есть над колыбелькой могли повесить вот этот инструмент, и ребенок старался ладошкой задеть, достать, и таким образом он играл, успокаивался и чем-то себя мог занять. Использовался, скорее всего, это тоже как и оберег, вот что-то такое есть в этом инструменте, оберег, украшение дома. Когда именно и в чьих руках зиль-зёль перестал быть бытовым предметом и стал музыкальным инструментом, сегодня вам уже никто точно и не скажет. Да только коми-пермики уже давно умело сочетают его звучание с другими инструментами для создания завораживающей музыки. А вот как именно это происходит, увидим и услышим совсем скоро в рамках завершающего концерта проекта «Музыка при Камье» с ансамблем «Лысваок» из села Качёва.